приветствую вас друзья вы снова на канале есть вопрос и сегодня достаточно интересное видео про импортозамещение казалось но замещение обычная опять же с аналог недавно приходили ко мне гости грязь у нас какая-то и говорят нужны первые механизмы и у тебя на канале есть наборы фил я говорю к сожалению фила временно недоступен потому что поставщик четко не говорит когда он будет на него рассчитывать невозможно хотя конструкторы вы помните были для своих денег достаточно хорошими и сравнительное видео у нас будет вот здесь важно что важно что работать нужно дальше образованию требуется компоненты для замены по первым механизмам ничего невозможно сейчас стоят они более 24 тысяч рублей на непонятных сайтах и ты задаешь большой вопрос готов ли ты рисковать такими большими деньгами заказывая а вдруг тебе придет аналог не лучше ли купить сразу аналог который доступен повсеместно и мы задали этот вопрос себе и собственно поискали и нашли давайте сравним фила убираем поскольку он нам больше не интересен на какой-то промежуток времени и посмотрим что же мы нашли друзья а нашли мы следующий я когда увидел коробку я думаю что у лего появилось желание продавать свои наборы да просто не маркируя их смотрим как выглядят две коробки и как они подсветнут ну одна коробочка на несколько там миллиметров выше другой буквально три миллиметра если вы видите я не знаю крышечки у нас отсоединяется здесь есть маркировка лего да здесь маркировки нет на название на боксе совершенно нет обратите свое внимание ну значит это точно не левая партия которая не проклеена все-таки аналог и давайте начнем их сравнивать а пока уберемся лишние состава делаем следующим образом начинаем последовательно открывать я специально ничего не смотрел для того чтобы вместе с вами распаковать каждый компонент отличие от фила это копия один в один поэтому как из фила мы проведем сравнительный анализ давайте открывать потихонечку смотреть собственно что у нас есть здесь есть у нас вот такой qr-код я вам покажу те кто досмотрит до конца и важно те кто досмотрит до конца получат вот этот qr-код я вам сделаю в ссылочку вы увидите те инструкции по которым рекомендуется собирать вот этот производитель вы все там сможете скачать если у вас есть первые механизмы но закончились инструкции вы сможете продолжить свою деятельность благодаря нам начинаем открывать и смотрим что у нас есть первый пакет второй пакет да и собственно всеми нами знакомые вот эти элемент то же самое было фило давайте распаковывать посмотрим если русский язык на упаковке во избежание удушь удушья ну все понятно это точно не аналог это копия переведенная не знаю кем во время игры положить те папку в опасное месте чтобы дети не трогали давайте я не буду читать у нас сломается мозг кстати пластику контейнера тонь сразу вижу берешь руками но на самом деле это не особо принципиально сейчас будет много шума поэтому я молча все открою итак друзья вот такое количество деталей у нас получилось и сейчас осталось сравнить лоб лоб потому что нам нужно не количество а качество соответственно мы к этому стремимся как из фила достаем рядом оригинальный набор самое первое что мы сравним это крышку чтобы понимать под одного ли размера контейнеры у нас у копии и очень важно понимать для чего потому что многих учебных заведений есть система хранения и там важно чтобы размеры были одинаковые и мы видим что размер одинаковый даже держится хорошо я напомню что и у лего крышка отваливается точно так это не для того чтобы поднимать далее мне понадобится маркеры давайте мы напишем наклеим на один контейнер что это копия чтобы вы понимали где чего у нас находится она второй собственно что это лего оригинальный лего иди киши но все же яйца висбук далее что нам понадобится я предлагаю воспользоваться весами вот так они у нас включаются чтобы понимать количество ну вес деталей соответственно все 0 грамм обнулил а теперь мы с вами берем оригинальный кирпичик лего взвешиваем его 38 грамм и копию он у нас 36 грамм разница в 2 грамма не знаю насколько это принципиально давайте посмотрим визуально на них а стенки у вот этих пупырышек да как называют пинов у копий тоньше сразу видно но опять же они полностью совместимы держится достаточно крепко вот вы видите и на просвет кстати вот этот пластик он более темно и видно что он более толстый хотя разница всего в 2 грамма то есть тут может быть где-то толще где-то тоньше окей этим и сравнили элемент далее давайте сделаем посмотрим на балки вот они у нас также по весу включаем весы проверяем здесь у нас 22 грамма здесь у нас 20 грамм очевидно что если третий раз у нас тоже будет разница 2 грамма мы взвешивать больше не будем понимаем что разница есть точно также есть чувствуется разница в цвете по конструктиву разницы я не вижу я вижу что все эти стенки просто тоньше неужели 2 грамма заметно визуально на такой большой деталь видимо до соединяем заходит крепко не отсоединяешь и копию заталкиваем в оригинал если мы захотим допустим приобрести копию для того чтобы компенсировать потерянные детали в основном наборе первых механизмов точно также держится вот разницы на разрыв я не чувствую окей напомню что у фила была проблема единственная с которой мы столкнулись это когда мы собираем вот такую коробку передач не кстати вот в данном случае не отличается визуально на верхнюю камеру я вам покажу вот так чтобы вы видели да здесь у нас есть перекрестия здесь у нас его нет сейчас мы попробуем собрать простейшую конструкцию здесь вот у нас есть углубление дополнительная ребра жесткость ну и по весу опять же давайте сравним потому что вот ощущаю я что разница есть 20 грамм ну давайте вангую что тут 18 18 грамм ну все как на весах технологи просто удешевили за счет этого напоминаю фила затирали затирал вот этот корпус шестеренку которая помещена внутрь сейчас мы попробуем с вами собрать простейшую конструкцию чтобы опять же понять устранили ли да наши китайские товарищи этот недостаток хотя это другой производитель кстати ну да я просто раньше не обращал внимание что вот так можно их складывать давайте вставляем шестеренку вставляем шкиф вставляем чувствуешь а мы сейчас ставим червяка вот так все это дело полностью собираем конструкцию да и рычаг найдем чтобы крутить было удобно все то же самое проделываем с оригинальным набором для этого нам надо открыть его у нас есть 1 2 деталь далее нам нужен рычаг и червяк разница в червяке кстати тоже есть обратите внимание да то что здесь у нас червяк более такой плотный у копии да а у оригинального лего всего два витка такая разница есть но ну есть есть собираем дальше достаем где-нибудь их сейчас найдем видите набор у меня оригинальный набор новый такой сейчас нигде не найдешь мы богатые люди в этом плане будущем будем зарабатывать кучу денег на этом так ну я думаю рычаг из этого набора дернул это уж не принципиальная вещь так ну давайте смотрим вот я собрал такую конструкцию меня нигде ничего не затирает раз два три четыре то есть четыре витка вот делает окей давайте тут тоже самое попробуем реализовать хуже но проблем таких как с фила нет там прямо сильно затирала я чувствовал что он ее так же джек джек то есть как будто не отбалансированная деталь была здесь в этом плане все прекрасно поэтому сейчас мы сравним подойдет ли эта история к оригинальным деталям чтобы не путать берем оригинальные детали вставляем их вот в этот корпус а вот не влазит друзья не влазит легко пришлось немножко под расширить вот смотрите давайте я вам покажу вот я беру вставляю слушайте вставилась а с этой стороны как-то вот вам бы показывать что не вставляется это я криворукий все дальше сверху шестеренку бам и начинаем вращать напомню вот это 3 оригинальные детали помните как я делал ну чувствуется разница если кто-то не верит то что мы тут топим за оригинал как бы в первых механизмах такие трения это ерунда потому что у нас тут нет моторов каких-то высоко технологичных но тем не менее хочется чтобы был аналог о гогой какой еще раз быстро собираю и вы увидите также плотно все это заходит это все на китайских деталях вот мы сделали при вас все без монтажа хоп отодвинули смотрим ну то есть разница есть дать в этом наборе детали может за счет этих двух грамм грубо говоря достигает что чуть тоньше все получилось я но лучше работы но опять же все работает набор внутри хорошо собирается проверяем резинки мягкая резинка вот так она тянется и у лего а у лего не тянется то есть вот это раз вот смотрите один на тот же палец одену и все я не могу же растянуть это все у лего так хорошо это или плохо да неизвестно то есть на большую на большее расстояние мы можем растягивать у лего напомню что если ты сильно растягиваешь у тебя начинает оси переклинивать они зажимаются вот в этих отверстиях но опять же все конструкции которые вам предоставляется рассчитаны таким образом чтобы все работало все персонажи есть вот у нас персонаж у китайского набора аналога крутится вертится голова по моему так не должно быть как мы возьмем эта девочка у нас кстати персонаж а в этом наборе у нас персонажи мальчики давайте посмотрим я уже не помню да не мальчики а девочка просто она из другой серии вот она у нас есть вот она девочка да и все кто китайское лего покупал когда-то знает что вот все такое у них все что-то болтается здесь все четко надо повернуть голову повернул и все она зафиксировалась да и ребенок может нормально играть здесь голову повернул пока что-то делал она уже в другой стороне повернулась ну все это не принципиально в принципе этими фигурками и так часто пользуются и именно какой-то функциональной нагрузки они не несут ну крутится голова и крутится с другой стороны важно что шестеренки да вот эти все они подходят сейчас делаем простейший опять же элемент если мы с вами потеряли шестеренки хотим взять из этого набора давайте попробуем сделать запускалку для волчков самую простую таким образом мы поймем реально ли заменить потерявшие материалы делаем волчок быстренько собираем его ух что происходит ребят я уберу мы тут уже все поняли волчок крутится вертится хорошо значит мы можем раскручивать здесь мы переместим таким образом чтобы волчок мог входить даже мы его могли раскручивать отлично так нам с вами нужна повышающая передача поэтому берем большую шестеренку чтобы мы не замучились вот эти волчки раскручивать и собственно вот так это все будет работать давайте сейчас я все это сделаю повышающую передачу мы нет я не правильно реализовал смотрите что сделал здесь у нас повышающая тут понижающие что за цирк с гусями вот так я не знаю получится нет я тороплюсь чтобы времени растягивать эфирные не получается секунду буквально 1 так смотрим внимательно выиграем обязательно вот полная вот пустая все прекрасно работает то есть шестеренки подходят одна к другой если мы сейчас эту шестеренку меняем на оригинальную работает значит набор в принципе нормальный оригинальный набор шестеренка тыкаем но я уже вижу что все но снизу китайская нам тут не принципиально потому что нам главное вот эти сочленения китайской с аналогом были и работали четко крутим отпускаем крутится вертится все работает соответственно можно ли рассматривать этот набор как набор для компонентов основного набора оригинально да можно вот такой вывод можно ли этот набор рассматривать как инструмент для основной деятельности до то время когда лего не поставляется в россии да можно но только с тем условием если нам предоставили нормальный материал давайте пройдем по qr-коду посмотрим чего нам там приготовить берем qr-код берем телефон наводим одно на другое нажимаем смотрим какие инструкции нам готовы предоставить три папки для дома для школы сборки инструкции давайте для школы у нас образовательное учреждение открываем какая-то pdf к ее нужно скачать и так скачалось приложение что мы видим мы видим первый механизм и книга учителя книга учителя лего эдюкейшн оригинальная которую можете скачать распечатать план занятий распечатать листы для выдачи каждому ученику чтобы проводить эксперименты и собственно приступить к работе синие зеленые вот эти элементы я смысла не вижу проверять потому что они в любом случае будут работать ничего там такого нет там даже картон будет работать поэтому ok давайте зайдем другую папку назад-зад для дома заходим что мы видим для дома те же инструкции от лего которые собственно идут в оригинальном наборе раньше они шли в распечатанном виде и сейчас они идут распечатанном виде лежат на дне все отмена я это вижу и давайте посмотрим третью папку сборки дополнительно то что я вам говорил друзья это те фотографии собранных моделей за которыми охотятся педагоги у которых закончились инструкции до чтобы самим не придумывать потому что времени не хватает на это поэтому спасибо спасибо что предоставили инструкции не оставили нас только с одним набором понятно что они сэкономили на распечатывание но в вашем случае даже и хорошо потому что у вас есть инструкции которые многие не успели скачать с сайта лего-едюкейшн с русскоязычного да теперь они на английском языке книга учителя на английском языке а тут вам подгоняют набор который стоит дешевле и дают русскоязычные книгу учителя с карточками которые вы распечатываете а еще докидывают фотографиями вроде как сами разберетесь как собрать из размерность дупла действительно это сделать достаточно просто потому что модели очень простые для детсады и одной фотографии одной изометрии вам вполне достаточно такие дела друзья мое мнение по поводу этого набора я думаю вы поняли я его рекомендую приобретению в свете того что набор от лего-едюкейшн он сейчас недоступен если он доступен то непонятным ценам а иногда под его видом продается копия за очень большие деньги лучше приобрести сразу заведомо копию понимать что она будет работать да с никак с какими-то недостатками но опять же да с какими-то преимуществами виде своей цены и в виде тех инструкций которые нам предоставляют запас таким образом я не буду вам говорить где мы его приобретали потому что под видом этого набора вы можете приобрести что-то другое думаю без проблем кто захочет тот найдет кто не найдет обратиться в лабораторию игровых технологий по телефонами закрепленными до в описании к этому видео и там же будут эти все инструкции и прекрасно приобретет их у нас с вами был александр я вам рекомендую поставить колокольчик чтобы узнавать самыми первыми эти новости потому что как ни странно периодически наборы заканчиваются потом ноги кусать себя локти говорят мы не успели приобрести почему не успели потому что нажали колокольчик потому что не узнали о том что можно экономить деньги выгодно и да подписывайтесь на канал пишите комментарии что хотите увидеть или свое мнение по поводу этого видео рад буду почитать рад послушать и обменяться с вами своим мнением до новых встреч пока